В этом году она не может быть предусмотрена. Вышло распоряжение президента 19 числа, которым определены 13 грантовых направлений. Все. Распоряжение есть, оно исполняется нами сейчас. Конкурс объявлен, никто не может отменить распоряжение сейчас в ходе конкурса и начать конкурс по новому. Очень часто у нас всегда постараются придумать что-то. Давайте велосипед называть по-другому. Он есть, он ездит. А давайте не велосипед, а лесопед назовем его. Вот нам так нравится. Так раньше на Руси говорили, давайте назовем его. Он будет ехать не велосипедом, а лесопедом. Ну, наверное, будет интересно кому-то. Интересное такое название, которое где-то сохраняется как наречие. Смысл изменится? Нет. По всем 12 грантовым направлениям участвовали, подавали. Можно ли, в каких направлениях можно это отразить? Я сразу могу сказать, в направлении культура и в направлении исторической памяти. Это входит и находит отражение. Если вы там, по этой тематике, это тема вообще, это тема, одна из тем документалистики. Одна из тем. Она не охватывает всю документалистику. Одна узкая тема. Можно ее отражать в этих двух грантовых направлениях? Абсолютно можно. И для этого не нужно новое название. Оно там есть. Тематика эта там представлена. То есть, просто кому-то хочется назвать по-другому и для этого пытаться создать то, что ездит и работает, ну, просто нет необходимости. Вот тот, кто говорит об этом, как правило, люди, которые не заходили на сайт, не смотрели положение, не смотрели, не открывали эти 12 грантовых направлений, теперь 13, не смотрели темы. Если бы они посмотрели темы, они бы нашли ответ на свой вопрос. Вот я не вижу данного направления как отдельной тематики. То есть, это просто, ну, как человек, скажу, не вижу. То есть, если скажет руководитель, он может высказать свою позицию, сказать, давайте сделаем. Ну, будет масло масляно. Потому что тематика такая есть. На нее можно спокойно подаваться. Не надо искать чего-то другого, чего-то придумать. Если мы сделаем вот это грантовое направление, оно не будет направлением. И, условно, вот сейчас могут податься 200, подадутся те же 200. Но на эту узкую тему, как подавалось, столько подавалось, столько же выигрывает. Оценивать будут те же самые эксперты. Что нового? Скажите мне, для чего это делать? Если будет все то же самое, будут те же эксперты. Рассматривать будет тот же Объединенный экспертный совет. Рассматривать дальше, утверждать будет тот же Координационный комитет. Объявление новой темы. Что сделает? Ничего не сделает. Что мешает тогда? Вопрос, что мешает сейчас участвовать в конкурсе и подать заявку, чтобы она победила? Ответ, ничего не мешает. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!